Всем доброго здоровья, уважаемые ельчане и гости нашего древнего города. Я решил сделать несколько видеосюжетов об интересных местах для туристов, которые вы можете посетить, если будете по делам или на отдыхе на городе Ельце. Начать я хочу с центральной части города, а именно из сквера Ивана Алексеевича Бунина, одного из немногих россиян, лауреатов Нобелевской премии по литературе. Найти это место не составит труда. Оно расположено рядом с центральной площадью города и памятником вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Еще один ориентир это так называемые Елецкие куранты, которые находятся на водонапорной башне 19 века и впервые подали свой голос 7 ноября 1974 года в очередной годобщине Октябрьской революции. Как раз прямо напротив курантов есть вход в полуподвальное помещение, где находится небольшая антикварная лавочка. Зайдем в нее и посмотрим, есть ли там что-нибудь интересное. Зайдем в нее и посмотрим, что вы можете предложить жителям города и туристам интересного в вашем магазине. Какой вопрос интересный есть. Да, мы работаем именно посредством для туристов и гостей нашего города. Идите, закажите чаевку. У нас вот... А... Да, поэтому поводок. Покупай в шинке. Ой, ой. 5,475. Ну вот, получается, вот опять течка. 14,775. Что будет? И допью, и не доем. Ой, я рассмотрю. По-тихо. Так, 910, 742, 39, 63. Теперь мы работаем с туристами уже 2007 года, поэтому уже опыт есть. Кристалл у нас раньше было только сувенирной продукцией, а теперь уже мы сюда подтянули антиквариат и краеведческую литературу. Я сотрудничаю, сам являюсь членом краеведческого общества, поэтому все литературу наших краеведов практически все представлены. Вот из последних материалов у нас, которые наиболее пользуются спросом большим, это, наоборот, последнее издание наших усадьбы Липецкого края, которая была издана в двух частях, и она весьма, то есть имеет очень представительный вид, оформлена очень-очень. Посмотрим, у нас вывеска есть, посвященная 100-летию Лисюка. Да, было уже здесь в 15 мая 2015 году. Нам отмечали мы в 15 мая 2015, столетие нашего так называемого Макаринка, который возглавлял детский парк. Было представлено очень много, как литературы, как и фильмы, также много было представлено фотографий того периода. Потому что большинство даже жителей города Ельца являются или знакомы, или пересекались с нашим Лисюком, с детским парком. И были очень много вещей, не забываем. До сих пор даже продолжаются походы ходить, посвященные Борису Григорьевичу. Я смотрю в красивый альбомчик с фотографией вечернего Ельца. Фотоальбом про Ельц очень красочный, очень представительный. По заботу нашей даже было администрации. Поэтому содержание очень интересное, насыщенное. Есть что посмотреть и показать нашим гостям, туристам. Ну и также в разных местах готовился, как альбом, как представительство представительное. То есть очень интересно, есть все фотографии наших разных фотохудожников, если так можно назвать, или фотографов. А мои фотографии забыли. Так что, объем. Я смотрю в женский монастырь, здесь представлены фотографии. Да, тут не только он, тут в общем очень широко и очень как-то очень интересно сделан. Поэтому все-таки есть что нам показать, нашим туристам. Есть чем удивить. Также у нас есть интересные прогулки. Скоро видно про Ельц тоже пользуется спросом у нас в городе Ельце. То есть тезисно, что основные места, которые надо посетить в городе Ельце. Также хорошо представлена нашими праведами карта, курсист карту Парижской области. Где прорисован город Ельц, в том виде, как он находится. Это очень удобно для туристов, которые не знакомы с нашим городом. Они сразу находят те, что находятся. Но она чем еще хороша, что она может показывать туристическое направление не только Ельце, но и всей Липецкой области. Где что посетить, где куда съездить. Представим, у нас раньше была только сувенирная продукция, а теперь уже мы сюда подтянули патиквариат. Налетай, торопись, покупай, живопись. Рекомендую классический сюжет. Сравата. Одну минуточку. Имеется вполне нейтральный сюжет. Картина, вроде, начало 20 века. Где-то со стороны, привезено, со стороны Орловской губернии. Что за картина, пока неизвестно. Изображена мельница с прудом. Рамка все старинная. Как же вы здесь видите, представлены и ультвари наших старинные утюги, угольные, так называемые. Когда в боярине засыпали сюда горящие угли, разогревали и гладили одежду своим мужьям. Такого вида есть. Такого вида разграскивается. Важно иметь свои спицы. Так же и гири весовые представлены. Есть очень много представленных керосинных ламп, фонарей того периода. Даже есть ступа, в которой крестьяне готовили себе, пытались или для живности готовить разные. Я вообще вначале думал, что это баба ягатом летала. Да вот как все смеются и говорят, а вот это Касминское литье экспозит называют «Жигетовка». Значит, это старая вещь, где-то 1957-1959 года есть клеймо. У нас действительно с кружеваемым очень много связано. Ну а здесь я вот небольшой экспозиции. Вот это очень интересная вещь. Я непосредственно сотрудничаю с нашими селестскими кружевницами, которые сами имеют авторские работы. Так же вот такие вещи. Даже вот по заказу сделали герб Гельца в Мельской кофе. То есть есть что? Вот даже сделана интересная работа иконы Гелецкой Божьей Матери, которая действительно ассоциируется с городом Гельцом как здесь по преданию или по поверению, что Тамерлан приснился, это икона. В конце XIV века грозный Тамерлан со своим войском вступил в пределы Рязанских земель и двинулся на Москву. Елец был сожжен дотла. Тамерлан уже праздновал победу над Москвой, которая оставалась перед ним практически беззащитной. А русскому народу оставалось только молиться всем миром, всей душой. Тогда из Владимира в Москву была перенесена чудодейственная икона Владимирской Божьей Матери. Легенда гласит, что ночью во сне Тамерлану явилась Богородица, и он в страхе отступил и покинул русские земли. У нас Елец все-таки считается православным городом, имеющим очень много церквей, практически считалось, что 33 церкви построены. Поэтому очень много мне представлено экспонатов, связанные с духовенством, иконы, кресты, колокола разные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Про монеты вообще могу сказать представлены не только так, а во всех вам доих поколений, начиная с чешуек которые были в 17 веке, и вот, например, до такого плана выбор, также монеты периода СССР, затем монеты периода Российской Федерации, когда был период вот этих всех, а также иностранные монеты и боны со всего мира. Все монеты, которые мне представлены, они все натуральные. Я это не волнуюсь, потому что уверен в людях, которые, ну, эти монеты, они сами здесь, значит, копают в Елецкому Ельзии. Елецк, как я уже говорил, представлены очень широкими помыслами. Также мне представлены здесь Елецкая рояльная гармошка, которая большая история связана с нашими елецкими гармонистами, с нашими музыкальными инструментами. Тоже пользуются большим спросом в этом плане. Приходят даже, бывает здесь, кто играет на гармошке, берут инструменты, пробуют играть. К сожалению, бывают дебаты между гармонистами, бывает очень интересно послушать, как звучат Елецкая рояльная гармошка. Есть в магазине и раздел, где представлен советский период с его атрибутикой и символикой. А теперь представляю Феликса Идмундовича, пламенное сердце революции. Его бюст должен быть у каждого настоящего коммуниста, не только в сердце, но и на рабочем столе. В крайнем случае им удобно колоть орехи, каслинское литье, жигитопка, а может быть красные партизаны удирают от преследующих их белогвардейцев. Предмет быта пролетариата, но можно использовать и как оружие. Пионер, будь готов, всегда готов. Революционная сучь собачка с щенятами, стережет завоевание Великого Октября. Хлеб да соль, только для рабочих и крестьян, долой нэпманов и кулаков. А сейчас, как говорится, сменим пластинку и перенесемся в быт-мещан нашего города на 30, 50, 100, 200 лет тому назад. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Смеется месяц, с ней взяла в окануне. Малый ночай заливой, И взор идет от многого бездной. Ух, от повара, и я, и моя маза, Рыбку скучай, ты будешь до утра. Рыбку скучай, ты будешь до утра.